То, что сейчас из себя представляет рынок, это далеко не 21 век. Несовременный, неблагоустроенный, некрасивый. Время наложило свои отпечатки на эту историческую часть города. Все эти три фактора легли в основу решения реконструкции муниципального рынка. Мы хотим, чтобы рынок остался муниципальным. И он останется муниципальным. Второе. Рынок должен быть современным, капитальным и украшать центр города. И третье. На все это мы не должны потратить бюджетных денег. Потому что у нас есть на что тратить бюджетные деньги. Это социальная сфера, ЖКХ, инфраструктура. Выход нашли следующий. Решением Совета народных депутатов была утверждена документация о проведении инвестиционных конкурсов в городе Муром. Для инвесторов, которые возьмут на себя обязанности по реабилитации в кавычках рынка, были выдвинуты следующие условия. Первое. Проект рынка с благоустройством прилегающей территории. Второе. Они должны построить комплекс и передать в муниципальную собственность наибольшее количество метров. Кто больше передал, тот и выигрывает конкурс. Ну, сразу конкретно скажу, в данном случае мы получим бесплатно для города в нашу муниципальную собственность почти тысячу метров. Там без малого. С нуля построены здания, рынка. В своих интересах инвестор строит второй корпус рынка и приобретает его в собственность. Получается и себе, и людям. В списке добрых дел благоустройство территории вдоль улиц Ленина, от третьей школы до кинотеатра «Октябрь», улица Советская, территории самого рынка, обустройство парковок со стороны улицы Первомайская и со стороны администрации. В итоге красивое благоустроенное место в центре города. На днях состоялось заседание инвестиционной комиссии и были рассмотрены поступившие предложения. Объявление конкурса было опубликовано везде, как только можно. И в муниципальной среде массовой информации, и в интернете. Поэтому желающие они появились. Хотя, конечно, честно скажем, при общих затратах по инвестдоговору 160 с лишним миллионов рублей, плюсом 38 миллионов рублей на благоустройство, с точки зрения коммерческой, скажем так, это достаточно проект долго окупаемый. Но, тем не менее, инвесторы нашлись. Инвестор определен Муром Аполье. Договор с ним заключается, а сам проект входит в стадию реализации. По договору срок реализации проекта 42 месяца. Регина Рукавишникова, Александр Симонов, Новости 24 Мура.